На часах 11 утра. Первый адрес улицы Котовского. Здесь в одном из домов живет участник боевых действий на острове Даманский Мударис Хайдаров. Человек, который по долгу службы накопил не только колоссальный опыт. Служить его рассказам можно часами. Он объездил всю Россию, работал в системе главного разведывательного управления, а после выхода на заслуженный отдых серьезно занялся военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. До конца, как говорится, своей жизни у меня цель и стремление, ну хоть что-то, капельку уложить в молодежь, понимаете? Хоть капельку, чтобы они помнили. И меня очень беспокоит, что у нас история, даже недавно Путин об этом сказал, историю, ну не знает никто, история из молодежи, абсолютно. А мне, тем более, как историку востоковеду, тем более обидно двойне и втройне, понимаете? Хотя бы элементарные вещи можно было бы знать. Он еще бодро надевает парадный пиджак, весь увешанный медалями. Заботливо поправляет награды. Каждая дана за службу, за подвиг, за любовь к родине. Николай Иванович Карипанов – ветеран Великой Отечественной войны. Он каждый год с нетерпением ждет май, потому что этот месяц особенно теплый. По телевизору показывают тематические фильмы о Великой Отечественной. В стране царит победное настроение. И обязательно в преддверии 9 мая придут гости. Сегодня в квартире у Николая Ивановича большая делегация – представители Думы, городской администрации, Боенком и заводские ветераны. Спасибо, спасибо всем, мои ветераны. Да, не говорите. Все ветераны. Работали когда-то на одном стане третьем, листопрокатном. Их осталось не так много. И печально, что в этом году опять под запретом праздничные митинги, посвященные 9 мая. К сожалению, все меньше и меньше остается. Не знаю, как будет на следующий год. Хотелось бы, конечно, встретить тоже с ветеранами, поздравить их и так же прийти и пообщаться, и послушать их истории. Потому что, ну, от кого мы еще можем получить? Ценные эти знания о истории Великой Отечественной войны, о истории нашего государства. Только свидетели тех страшных событий не соврут, не слукавят. Расскажут все, как есть. Только слушать придется долго. Им есть, что сказать. Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости 11 канала.